Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! В эфире телеканал ПС программа «Вопрос священнику». Я ее ведущий, журналист Михаил Карелин. Сегодня гость в нашей студии священник Валерий Суворов, настоятель Севродынского храма Воскресения Христова. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней беседы и нашей встречи – это удивительное событие, которое произойдет на следующей неделе. 23 числа в понедельник в Архангельскую область, в Архангельскую и Холмогорскую епархию прибывают великие православные и не только православные христианские святыни. Так как христианство больше, чем православие, поэтому я и делаю такую поправку. Прибывают великие святыни – это мощи святых Бога Отец Иоакима и Анны. Ничего не путаю? Совершенно верно. Помимо них еще прибывают мощи апостола от 70 Варнавы. Но об этом в меньшей степени. Честно говоря, я и сам о нем немного знаю. Поэтому буду больше говорить о мощах родителей Пресвятой Богородицы и как шутят с любовью православные бабушки и дедушки Иисуса Христа. Правильно ведь? Можно так сказать? Условно можно так сказать. Безусловно, если говорить о том, что спасение человечества, пришествие в мир Спасителя было положено молитвами этих святых людей, то, наверное, да, вполне можно так сказать. И вот, собственно говоря, и вопрос-то в наши дальние от столиц страны-то за что вдруг такое чудо, за что вдруг такое богатство-то? Насколько мне известно, просто что у кого-то из святых отцов мне встречалась мысль о том, что чудеса попускаются в тех местах, где мало веры. Что людям верующим чудеса-то не нужны, у которых Христос в сердце, им чудеса не нужны, у них жизнь и так чудесна вполне. К нам-то за что вдруг так неожиданно? До нас были эти мощи, может быть, в Москве или в Санкт-Петербурге? Какими судьбами они здесь? Вы знаете, вообще для православных верующих людей все очень рядом и одновременно далеко. Далеко, потому что непознаваемо, далеко, потому что вне и надмирно, а близко, потому что все соединяется в молитве. Очень многое соединяется во Христе, в церкви, в приходе. Поэтому это такое далекое и очень близкое грядущее для нас событие, оно, безусловно, таинственное и вполне можно назвать его чудом. За что и почему, а почему бы и нет, почему не к нам? Ведь наша земля настолько искусственно обеднена, настолько она искажена, истоптана, исковеркана, искорежена вот этими десятилетиями государственной политики безбожия, что, наверное, кажется, ну нет иной земли на Руси, матушке, которая бы так пострадала от смерчи, от этого лихолетия. Вспомнить даже, где наши святыни, где наши святые, где мощи наших подвижников, которых у нас, кстати сказать, более сотни имен. Иные под спудом, иные потеряны, иные варварски уничтожены, а иные святыни, иконы вывезены. И сейчас мы также только с таким придыханием вспоминаем и говорим, а как было хорошо. Наверное, это благословение Божие. Это обновление той связи духовной, божественной, которая существует между людьми. И мы понимаем, что грядущее событие, вот принесение к нам этих святынь, святынь частиц мощей святых бога отцов Иакима и Анны, конечно, совершилось по благословению правящего нашего владыки, митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Именно его духовные связи с церковью кипрской. Как и апостол Варнава, покровитель и основатель кипрской церкви, так и эта святыня по благословению митрополита, епархии кипрской церкви прибывает к нам. Потому что это, безусловно, чудо. Но чудо открывается для сердца, которое готово это чудо принять. Которое ищет не аффектов, не эмоций, а общения с Богом. Ну вот я знаю, что в греческом православии, вы меня, конечно, поправите, если я ошибаюсь, но я знаю, что там существует такая традиция, что через несколько лет по смерти человека его останки, или, может быть, речь идет именно о монашествующих, его останки поднимаются из могилы. И если они не истлели, то считается, что человек был настолько грешен, что земля его даже не принимает. И в таком случае его останки перемещаются в специальное помещение, которое, если не ошибаюсь, называется Косница. И начинается сугубая молитва об упокоении его души, об очищении его. У нас же получается с точностью до наоборот. Если через несколько лет мы обнаружим, что останки не истлели, мы считаем, что человек свят. Тут некое противоречие, казалось бы, между братскими церквами совершенно. Нет, что вы, никакого противоречия тут нельзя считать. Это именно традиции отношения к останкам почившего человека, к мощам почившего человека. Но нельзя здесь усматривать какое-то противоречие, потому что вообще не дело человеческое определять судьбу человеческую. Это дело Божие. И если только избранные угодники Божьи, светильники церкви, старцы, преподобные, насельники величайших монастырей, таких как Афон, могли знать и предчувствовать, и предугадывать, что человеку необходима молитва о нем, что есть некие свидетельства Божьи, которые говорят о том, что нужна сугубо братская церковная, общецерковная молитва почившим, то для нас это не должно нас смущать. Конечно, суды подвластны только Богу. А для нас всегда, да и для всякого верующего человека, особым ценностью, особым значимостью являлось и Слово Святого, и его дело, и самое-то главное, молитва его. И вот все это, все это духовный такой вот ореол жизни святого, оно имеет большее значение для церкви, нежели качество сохранившихся останков его. Ведь мы знаем и в истории русской, даже православной церкви, что канонизировали святых людей не по наличию мощей, а именно по его общецерковному почитанию, ну, во-первых, по благочестивой жизни и обильным случаем, фактом существования чудес по обращению к этому святому. Знаем, что у некоторых святых полностью мощи сохранились, почти нетленными даже, и кости, и кожа сохранились, и волосы даже бывают, а у некоторых несколько косточек. Но это не умаляет молитвы и значимости, и ответа благодатного этого святого по обращению к нему. Дорогие друзья, простите, совершенно забыл напомнить о телефоне прямого эфира, по которому вы можете позвонить и отцу Валерию задать свои вопросы. Телефон 639-717. Звонить будем рады. Батюшка, вот насколько я помню, мне доводилось видеть, как появление мощей проходит в Москве. Последний год, два, три, наверное, они очень богаты на появление святынь на территории России и с Афона, и с Греции. И всегда это сопровождается каким-то, ну, на грани безумия, по-моему, ажиотажем. Эти огромные очереди в любую погоду, многочасовые выстаивания мужчин, женщин, детей в тот же храм Христа Спасителя. Это при том, что в двух шагах от этого места находится храм, в котором большой величины крест-мощевик, в котором мощи, ну, практически всех известных святых, в том числе и фрагмент пояса Богородицы. Ну, кого там только нет. Этот храм пустует, туда никто не заходит. Нет, ну, там есть, конечно, своя община, но всех вот этих толп там не бывает. И вот всегда возникает такое вот воякое ощущение, как бы, что, ну, вот распиаренная история, и народ пошел. А есть ли у веры вообще у этого народа? Или просто в колокольчик позвонили, и все побежали? Почему они так-то в храм не ходят? Где эти верующие-то в иные дни? Вот такой вот, пожалуй, будет вопрос. Вы знаете, вот такая оценка верующего человека как безумный, она, наверное, на протяжении всей истории христианства сопровождает нас. Безумие не потому, что лишенный ума и человек, который не обладает способностью к некой аналитической деятельности, а безумный, поскольку так воспринимается теми людьми, которые не видят основных причин, побуждений, мотивов вот этого совершения такого паломничества, многочасового стояния, молитвы, просто в вынужденной ситуации преодолевать какой-то, даже может быть, голод, хотя этого, слава Богу, не случается, ажиотаж, наличие тех людей, которые постоянно пытаются поддеть и покрутить его виска, сказать, а что же вы здесь делаете? Это было всегда в истории христианства. Но это ведь является и очень мощным вызовом для души человека определить, а какое мое отношение к тому, что здесь происходит. И если этот миллион людей сюда пришел поклониться и помолиться, ведь никто не говорит о том, что пришли просто посмотреть такую восьмичасовую, если больше, 12-часовую очередь, если я не ошибаюсь, выстоять для того, чтобы просто посмотреть, я сомневаюсь, что человек способен. А вот это именно горячее желание сердца, горячее желание духовного обновления, хотя бы частично прикосновение к благодати Божией, того, кто очень отдален еще даже, может быть, действительно от церкви, оно говорит о многом. Оно говорит о душе народа, о том, что она у нас спит, но она... Я немного не об этом. Я говорю о том, почему в другой день не зайдут в тот храм, который рядом с храмом Христа Спасителя, и не поклонятся тем же самым мощам. Ну, просто они там меньше, может быть, объемы представлены. Да просто не знают. Просто не знают. Это сила возможности средств массовой информации. Помните, я вспоминаю встречу с отцом Дмитрием Смирновым, который, говоря о нашей демографической ситуации, о проблемах семьи и детей, говорил так. Дайте мне, пожалуйста, в течение полугода или года прайм-тайм на Первом канале, и я вам обещаю, что через год у нас демографическая ситуация в стране изменится. У нас ситуация с абортами будет решена. Сила и даже, может быть, на границе с властью... Ну, не Тармсми называют пятой властью, да. Она очевидна. И потому ответственность очень колоссальна у людей, кто говорит о вот таких вот событиях. Не знаем мы, как наше слово отзовется. У нас звонок. К вам вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А о чем обычно молятся мощам, и есть ли какая-нибудь специальная молитва? Замечательный вопрос. Вы знаете, вот когда мы говорим об Иакиме и Анне, то, конечно, вспоминаем моменты, когда они в своей жизни очень страдали от того, что не имели детей. Иакиму и Анне... Вы представляете, что им пришлось пережить? По иудейскому такому верованию, если родители не имели детей, то это считалось проклятием. А они были люди очень благочестивыми, весьма благочестивыми. И однажды, войдя в Иерусалимский храм для принесения важной жертвы, отец Иаким, отец будущей Пресвятой Богородицы, был буквально припровожден, он выпровожден из храма, его жертва не была принята. Священником. Священником, да. Что он сделал? Он удалился для молитвы. Его супруга также удалилась для молитвы. Они сугубо молились о том, чтобы Господь даровал им дитя, и чтобы снял это поношение. Судя по тому, что человеком был он весьма глубоко верующим, то, что его не приняли, по сути, в храме, его жертву, я думаю, что его это крайне расстроило, мягко говоря. И он ушел в пустыню, и в слезах. Скажите, пожалуйста, если эту ситуацию перенести на наше время, что произошло с человеком, которого бы просто попросили выйти из храма, от того, что он совершает какой-то грех, например, курит, или что-то еще. Или он пришел не так одет, или не так выглядит, как кому-то может показаться. Но речь не об этом. Я думаю, до Страсбургского суда по правам человека дошло бы дело. Не исключаю. Но, тем не менее, вот эти святые люди, они нашли единственно важным и возможным помолиться Богу, принести ему молитву о том, чтобы Господь дал им дитя. А мы со всей уверенностью можем сказать, что они, святые Аким и Анна, будут молиться о наших детях, если мы попросим о них. Они будут молиться и о родителях, и о воспитании наших деток, и о тех, у кого нет детей, и кто давно ожидает получить этот дар благодатный и еще не имеет. Вообще, святым можно молиться обо всем. Абсолютно обо всем. Несмотря на какие-то ваши личные предпочтения, потому что святой – это носитель молитвы. Святой – это тот, кто уже при жизни своей осеял Духом Святым. Поэтому просить и молиться можно обо всем. Но особенно, наверное, в семье. Вот читая про этот момент в Священном Писании, я заметил там одну очень интересную деталь. Господь не просто даровал им по молитве. Ведь там описывается такой момент интересный, что святой Иоаким, опечалившись от того, что не была принята его жертва, от того, что он был изгнан из храма, он ушел в пустыню молиться. Его же супруга Анна, узнав о состоянии мужа, о случившемся, пришла не к нему в пустыню, она пришла к себе домой и молилась о том же самом, чтобы Господь ей даровал детей. И он молился об этом. И молились они об этом, не сговариваясь. И откровение оба получили, что родится у них дочь, которая... То есть было мгновение, когда они молились об одном. Не сговариваясь. Именно в этот момент Господь им даровал. Как высота семейного союза, вообще молитвы этой духовной связи и духовного такого предстояния пред Богом. Поэтому не ответил я на вопрос, а какой молитвой молиться? Постарайтесь молиться своими словами. А если желаете, найдите молитву, можно поискать в молитвословах или попросить в храме священников. Есть особые книги молитв, где можно найти молитвы и Акиму, и Ане, и заранее принести ее. Но более того, даже еще проще. Во время пребывания мощей в храмах будут совершаться акафисты, молебны. Поэтому вам достаточно стать участником одного из этих богослужений. И вместе с приходом этого храма, Ильинского собора, Никольского ли храма Северодвинска, или Успенского храма в Архангельске, стать участником этого общего богослужения. Я знаю, что такая череда богослужений уже составляется. Ну и принять участие в крестном ходе, это было тоже бы таким очень важным, духовным объединяющим действием. Пройти вместе под благодатным осенением этих святых было бы очень важно и духовно благодатно, и значимо. Я в таком случае сейчас напомню, и в конце программы еще раз напомню, когда и где будут пребывать мощи. Значит, они пребывают 23 числа в понедельник в Ильинский кафедральный собор на Ильинской 10. Будут там находиться до вторника. 25 в среду мощи будут в Северодвинске в Никольском храме на улице Торцево, 18. 26 в четверг мощи вновь вернутся в Архангельск, но уже в Успенске, храм на Логиново. И оттуда в 7 часов вечера будет крестный ход в сторону строящегося Михаила Архангельского собора. 27 в пятницу мощи будут в Новодвинске, в Покровском храме. А 28 снова в Архангельске, в Никольском и 29 в Ильинском. Эту информацию мы еще повторим в конце программы. Она также будет звучать на радио. В бегущей строке на телеканале ПС можете ее увидеть. Информация будет на телеканале РЕН-ТВ об этом же. Ну и, естественно, на сайте епархии. Архепарх.ру. Там есть тоже вся эта подробная информация. Батюшка, еще вот слышал я такое мнение от людей, очень болеющих за православную веру, ну, естественно, в кавычках, о той причине, почему, собственно говоря, мощи постоянно появляются сейчас в России. Вот привозят их с Афона, привозят их из Греции, привозят и привозят. А причина, собственно говоря, очень простая. Зажимают же православных. И в Греции зажимают основательно. То сажают, то денег не дают, то еще что-то происходит. Так вот, и спешат они сюда, с этими мощами, чтобы денег собрать, в конце концов. Много денег-то вот собирается на этих мероприятиях. Вы знаете, я не был участником и никогда... Нет, но я, честно говоря, тоже никого с мешком, кошелем там не видел. Вы знаете, вот, а что плохого в том, если мы внесем свое пожертвование на православный, греческий, либо афонский монастырь? Вы знаете, люди для того, чтобы написать записочку на святом месте, преодолевают тысячи километров, платят огромные деньги для того, чтобы помолиться и попросить совершиться сорока уст в том или ином месте. А что в этом плохого? Я вообще поражаюсь. Ведь если наши императоры, главы Российского императорского дома и великие князья находили достойным царского такого образа жизни и деятельности в государстве, жертвовать драгоценные иконы, строить храмы, восстанавливать святыни на той же святой земле или на Афоне, то почему же для нас это унизительно? Я считаю, что это заблуждение. Вопрос денежный, это, вы знаете, опять-таки, вспоминайте, евангельский вопрос. Вот тот вопрос, который задал Иуда Христу, когда взятая, когда исцеленная от греха женщина помазала ноги Христу и волосы, и терла драгоценным миром. И что сказал Иуда? Он сказал, а не стоит ли его лучше продать и раздать нищим, чем делать такое дело? Христос однозначно прямо сказал ей, нищих всегда имейте с собой, меня же не всегда имейте. И вот в сердце русского человека, жертвователя, да, вообще в сердце христианина, как-то естественно очень должно сочетаться понимание жертвенности Богу и жертвенностью близкому. А если наш брат во Христе, если братская церковь страдает и нуждается, если она на грани исчезновения и вымирания, разве не потея? Нужно нас просить об этом? И надо сказать, вот на рождественских чтениях делегация нашей архангельской митрополии была свидетелем благодарных слов митрополита Антиохийской церкви Иоанна X, который благодарил за помощь русскую церковь, за ту гуманитарную помощь, за молитвы, за пожертвования, которые были переданы церкви, потому что она буквально на грани уничтожения, исчезновения. Но если мы соединим нашу жертву с общей молитвой, если эту записку, если эта жертва будет помянута там, пред престолами греческих, кипрских храмов, неужели это не радостно? Неужели это не достойно того, чтобы когда-то можно было сказать, ты знаешь, сынок или доченька, а может быть и внук, наша копеечка, которую мы с тобой отдали, она принесла пользу тому далекому храму и помогла нашим братьям в вере пережить эти тяжелые испытания. Как правило, вопрос задают те люди, которые ни одной копейки не дали, не на храм, может быть, даже не ни с чему-то. Дорогие друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. И у нас еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли приложиться к этим мощам, прийти помолиться, если человек некрещеный? Пустят ли? Или нужно сначала обязательно покрестить? Конечно, никто не поставит пределы, не закроет двери перед человеком некрещенным, но это говорит о том, что все-таки душа человека желает приобщения к этой благодати, к таинству крещения. И поэтому нужно, конечно, сказать о том, что возможно такое присутствие в храме, конечно, невозможно подавать записки за некрещенного человека, невозможно ему причаститься святых к тайну, этих святынь, к сожалению, поскольку человек не определил в себя свою веру. Но постараться в самое ближайшее время подумать об этом, пройти огласительные беседы. Наверное, все-таки вот эти беседы, которые проводят сейчас у нас в каждом храме перед крещением, помогут определиться и поставить точку в этом, наверное, многолетнем вопросе. Это череде раздумий, сомнений, чьих-то комментариев. Конечно, приходите и попросите у них обрести веру. Истинную, чистую веру, которая освещает и сердце, и тело, и дарует здравие, и благоденствие, и жизнь вечную. Помолитесь своими словами, чтобы Господь просветил вас светом своей веры. Отец Валерий, а что будет, собственно говоря, если человек некрещенный придет на службу и причастится? Вы знаете, что будет, только Господь знает, что будет. Но такие случаи можно относить, если они бывали, то к разряду редчайших исключений. Потому что причаститься человек может подойти тогда, когда уже прошел исповедь, тогда, когда его уже видел священник. Если по неведению человек подходит к этому таинству, то тут можно только, знаете, пожелать ему принять таинство крещения и понять, что человек не со злобой подходил к чаше. Хотя, конечно, надо быть осторожным и очень осмотрительным вообще к участию в таинствах. Потому что таинство не совершается без воли человека. Таинство не совершается наперекор воли человека. Крещение не совершается, если человек этого не желает. И причащение, если человек не подготовился к нему. В Древней Церкви были случаи, когда апостолы предупреждали, чтобы не подходили люди к таинству святого причащения без подготовки. Сейчас подготовка, она определена, она однозначно определена и в канонах, и в практиках. И она несложна и непродолжительна. Поэтому причащаться необходимо. Но, конечно, стараться все делать с советом, с рассуждением, с размышлением. У нас достаточно сейчас возможности пообщаться со священником. В храмах есть и дежурные священники, и после богослужения можно поговорить со священником. В интернете можно найти все, что угодно было бы желание. Да, совершенно верно. Православие, руны, азбуки, вера. Да, на сайте нашей епархии. Отец Валерий у нас отвечает очень активно на такие вопросы. Да. Отец Валерий, вот считается, что святитель Николай Чудотворец, он покровитель путешествующих, к примеру. Пророк Илья, но у него очень много обязанностей. Он и покровитель крестьян, людей, которые работают на земле, он и покровитель десантников, летчиков, ракетно-космических войск и так далее. Да, я согласен. Ну, в том числе. Обязанности, да, таких вот человеческих... Вот, каким образом вот эти вот обязанности покровительства распределяются среди святых? Кому за что молиться? Вы знаете, никто специально, искусственно не распределяет и не определяет. Да, вот как это происходит-то? Происходит удивительным образом. Либо связанное с Днем памяти того святого, в котором образуется то или иное ведомство или та или иная структура. Либо от смысла и значения. Например, вот люди, которые связывают свое служение, свою работу с постоянным риском для жизни, они молятся великомученице Варваре. Она покровительница. Вот так это условно считается. Вот ей особо молятся. Вот и так далее. То есть очень много разных поводов, но это не должно нас смущать от того, что мы, во-первых, молимся Богу. Мы призываем благословение Божие. А эти святые, о которых мы говорим, как святитель Николай, ведь святитель Николай при своей жизни, и как и другие святые, желали не себе славы, но прославляли единого Бога. И за это прославление единого Бога Бог им давал такую освящающую силу, такую преображающую человеческое естество и плод силу, что они даже сами творили чудеса. Исцеляли, воскрешали, умножали благо для семьи. Тут, наверное, правильно и прошу прощения сказать, что не сами творили чудеса, а что Господь через них творит чудеса. Господь даст. Вы знаете, это такой вот очень тонкий, даже богословский момент. Ведь посмотрите, святой, кто такой святой человек? Это человек, который из-за своей любви к Богу и следование путем заповедей Божьих, исполнения заповедей Божьих, молитвы к Богу, сам обожается. Он становится носителем благодати Божией. И эта благодать Божия совершает свое дело именно с этим человеком, озаряется его ум. То есть это как у людей, когда два друга или муж-жена очень долго-долго вместе, очень тепло к друг другу относятся, любят друг друга, они начинают, похоже, общаться. Из-за этого у них мимические мышцы начинают работать одинаково, они становятся внешне похожи даже. Это не секрет, это известно. То есть тут, видимо, и в духовном плане происходит что-то подобного плана. Конечно. А когда происходит судействие человека и Бога, вот такой греческий есть термин, богословство, синергия, когда человек и Господь вместе творят дело, человек совершает дело Божие, тогда этот человек, как орудие Божие, он преображается, он освящается, он становится сосудом Духа Святого. И об этом можно говорить, кстати, вот к нашей теме почитания святых мощей, потому что почему мы почитаем человека святого, его останки, ведь даже по его смерти его останки остаются носителями этого Святого Духа. Об этом говорили. Вот это вот совсем непонятно. Вот понятно, человеческая душа стала свята, она ушла в Царствие Божие. А останки-то, прах, молекулы в конечном итоге, они-то каким образом святы остаются? Тем более, что святая душа их покинула уже. Как тут-то святость остается? А уж тем более предметы, которые человек держал, там стул какой-нибудь, или посох там, или там... Ну, вы знаете, наше рассуждение вот на этот счет можно ограничить одним простым вопросом таким. А эмпирически это можно или как-то представить? Измерить это можно? Есть ли прибор измерения благодати? Что вот она здесь сохранилась или нет? Вот как вы думаете? Прибор не знаю, но, наверное, практическим путем это можно понять только. Практическим, личным опытом. Личным опытом. И вы знаете, человек всегда почувствует, я подскажу и вам, и нашим телезрителям, этот орган у нас даже есть. Святые отцы прямо указывали, что это сердце человечества. Да, если вот оно только достаточно чисто, как водится. Да, но тем не менее, вы знаете, не совсем с вами соглашусь, когда, вспомните, может быть, вы были свидетелями, когда человек, не воцерковленный человек, но желающий пообщаться с Богом приходит в храм. Долго он в храме не был. Заходит и начинается, скупая, простая молитва, а даже, может быть, и молитва не начинается. Может быть, человек просто сел здесь на лавочку, сидит и смотрит на эти иконы, и начинают литься слезы. Ему хорошо в храме? Ему хорошо, но он не понимает, он не может рационально объяснить, что с ним происходит. Но происходит нечто, что явно он видит. У него текут слезы. Ему хочется плакать, ему хочется какого-то обновления, потому что плач – это и рождение. Плач сопровождает человека от рождения, плач, слезы возрождают человека через покаяние. Человеку хочется обновляться. Не есть ли это ощущение действия благодати Духа Святого? Ведь сколько человек прошел для того, чтобы переступить этот порог храма? Мы, православные люди, очень часто об этом не замечаем, это не замечаем, забываем об этом. И с этим связано то, что иногда кого-то, может быть, люди, находящиеся в храме, и сотрудники храма отталкивают, может быть, кому-то нетерпеливы, кому-то не так сосредоточены и гостеприимны, потому что забывают о том пути, который они сами некогда прошли. Тот, кто прошел это в зрелом возрасте, тот понимает цену и значимость. Даже одного слова – Господи, помилуй. И если этот человек приходит в храм, вот это сердце в него оживает, раскрывается. И может быть, кто-то со мной не согласится, может быть, я не прав, кто-то со мной поспорит, но вот это действие, особенно когда человек выходит из храма и говорит, я не знаю, что со мной произошло, я как на крыльях лечу, мне легче стало. Вот это легче как измерить? Это только надо сказать, что да, это было. И свидетель я, и Бог. Дорогие друзья, напоминаю, телефон нашего прямого эфира – 639-639-717. Отец Валерий, а чем святые заняты в Царстве Божьем? Я понимаю, что вы лично не знаете, но может быть, что-то известно из священного предания? Не слышали ли вы такие случаи, когда мощи святых, находящиеся в монастырях, мощи преподобного Сергия, мощи святителя Спиридуна Тремифонского, когда их переоблачают, находят, что обувь, или вот эти тапочки… Сношена. Сношена. Это, конечно, предание, но вот как такое чудодейственное свидетельство, оно сохраняется и укрепляет сердца верующих людей. А как, чем занимаются святые, к чему они всю жизнь стремились? Апостол говорил, «Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Жизнь во Христе. Кто творит благо, кто живет по заповедям, на суд не приходит, но приходит от смерти в жизнь. И свидетели жизни Христа, сопутники со Христом, святые угодники Божьи, они молятся Богу. И в этом их жизнь. Вспомните преподобного Серафима Саровского, его стояние на камне тысячедневное. Разве он это делал по принуждению? Разве не было… Что значит молитва там? Они разговаривают просто с ним? Что там происходит-то? Безусловно, молитва – это слово. Это обращение, это слово. Это ходатайство. Помните в Евангелии, вот что сам Господь говорит, помните в притчах, о том, что святые обращаются к Богу, о том, что они святые просят, предстательствуют, заступничествуют. Поэтому мы и молимся святым, зная о том, что у них очень сильна молитва. Они, как наши друзья, как близкие нам по плоти, знающие наши скорби, могут помолиться о нас Богу. Мы обращаемся к ним, чтобы они помолились к Богу, потому что их молитва была Богу угодно при их жизни. Что эта молитва обладает огромной силой, много может молиться. Но это не значит, что Господь не слышит нашей, вот той же Иисусовой молитвы? Конечно, не значит. Вообще нельзя так говорить, значит, не значит, и оценивать. Господь сам дает человеку признаки своего присутствия и своего благоволения. Нельзя сказать, что ты вот вычитал такое-то количество молитв, и значит, Господь тебя услышал, либо не слышит тебя. Это абсолютно не значит. Но по сердцу человека, вот этот орган благодати, восприятия благодати, чистоты, общения с Богом, орган духа человеческого, он дает это ощущение, это понимание. Ну почему же мы зачастую, зачастую, наверное, тоже так нельзя сказать, ну нередко, скажем, не слышим быстрого отклика на нашу молитву, на нашу молитвенную просьбу? Почему нам люди говорят, что Бог молчит, Бог не отвечает? Откуда это берется? А вспомните отношения детей и родителей. Как часто, ну так хочется вот эту машинку, или эту игрушку, которая, ну так вот привлекательна и вожделена. Мама, папа, ну купи, ну пожалуйста. А в ответ, не надо, не сейчас, не время, подожди. Мы в плач, естественно, слезы. Да, но этот плач, он дает нам вразумление, и потом проходит некоторое время, и ты понимаешь, что действительно, то было не время, и она бы не была так оценена, она бы не была так воспринята, как то, что мы долго просили. Как-то, вот этот сейчас, говоря со школьниками, этот школьный диплом, почему он так значим и ценен? Потому что много труда туда вложено. Страданий, времени, да, пота. А обретение семьи, а рождение ребенка. Разве это быстрый процесс, или он не связан с каким-то... Ну, как ни странно, даже здесь всему свое время. Совершенно верно. Дорогие друзья, передача наша подошла к концу, в ее завершении я хочу напомнить программу пребывания в Архангельской епархии святых мощей, Богоотеца и Акима и Анны. Итак, 23-24 июня, на следующей неделе, понедельник, вторник, это Ильинский кафедральный собор, 25-я среда, это Северодвинск, Никольский храм, в четверг 26-го вновь Архангельск, Успенский храм, и вечером в 7 часов крестный ход, полагаю, по набережной, видимо, прямо от Успенского храма в сторону Михаила Архангельского собора, 27-го Новодвинск, Покровский храм, 28-го вновь Архангельск, Никольский храм, и 29-го Ильинский кафедральный собор. Потом мощь отбудут, видимо, к месту своего постоянного пребывания. Да. Ну, на этом и спрашиваю вашего благословения мне, режиссерской бригаде и нашим зрителям. с благодарностью к вам и к всей режиссерской бригаде, всем участникам и организаторам этого прямого эфира с пожеланием помощи Божией, заступничества Пресвятой Богородицы Господа и, конечно, покровителей семьи, детей, святых, Бога Отцов и Акима и Анны. Храни вас Господь. Спасибо Господи. Дорогие друзья, мы на этом с вами прощаемся. Напоминаю, на студии был священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма Северодвинска. До свидания. С Богом. До свидания.